Виктор, расскажите, какие современные тенденции к фрикмахерскому способу на сезончику? Ну, если всех клиентов разделить на несколько категорий, на женские, мужские, на длинные волосы и на тех людей, которые у нас делают стрижки, то порядочко можно примерно тенденции разделить следующим образом. Мы немножечко уходим от классического коре в сорону шапочек, не тех, которые мы изобревали когда-то в затылке в 85-90-х годах. Это, конечно же, стилизованные современные шапочки. И височные зоны у нас приметают более сессунообразные такие силуэты. То есть не геометричная линия, а более округленная? Нет, она геометричная, но сама линия будет немножечко от эти тугообразных, подковообразных затылков коре классических бобов. Будет переходить немножечко в сторону, наоборот, сессуно. Вот, от линьонного затылка к более коротким височным зонам. Что касается цвета, то это будет насыщенный. Насыщенный однотонный цвет, холодные белые цвета, тёплые латиноамериканские такие оттенки идут в тёмных цветах. Мы уходим от цветного милирования, от цветных прядей. Если есть какая-то прядочка, она спрятана в глубине массы волос. Очень хорошо сейчас пользуется спросом услуга наращивания отдельных цветных прядей. Общую массу густоту волос. Вы можете снять пилированные пряди, вы можете их одеть обратно. То есть современные технологии это позволяют, и это можно. А на длинных волосах у девушек? Длинные волосы, я длинные волосы. Как правило, в быту мы их носим в хвостики. В каких-то эксклюзивных случаях мы их можем накрутить на плойку, мы можем закрутить на бигуди. Если уж совсем стекловидные волосы, а вы любите кудрявые, то можно сделать какую-нибудь пластическую, пластичную химическую обработку волос, хедлайн, там и сейчас масса препаратов разных, которые меняют структуру волос, позволяющие укладки держаться долго. Без нарушения, так сказать, структуру волосы. Сама по себе эта укладка не делает УВД, но позволяет утренить долговечность вашей укладки утренней в том вечере.